Исна Николаевна, это Баня. Исна Николаевна, Блинникова, в палате. Что? Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович. Ну, конечно. Да и мой-то золотой. Журнал там бежит. Я говорю, вам-то такой уход дают хороший. Хороший уход вам дают, что вы сыты и спите, ничего не делаете. Да кто-то и оно. Давай, из палаты пошли. Отдыхают, конечно. Садитесь. 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 Мне нравится? Поговорите с ней. Да, Тихо сейчас снимает на камеру. На кого там меня снимать? Бойте звездой Ютуба. А кто-то. Наверху Нагаева. Да. Мария. Да. Тут уж в пятой палате. Невролог. А с когда? На пятой. Три дня. Три дня. Нет, три дня она сказала. Лежит уже. Нет. Не дайте. Да не ходите вы куда-то. Я вообще ничего. Мы-то с глазами Юлию нашли. И вас именно нашли. Да ты подумай. Туда сбегали. Сюда потом обратно. Ага. Галь, ну ты ничего сякчешь. Ничего. Детей не пустили. Вон они там у них. Считайте, что вас попроведали. Сказали нельзя. До 14 лет ребятишек. Я говорю, ну что, ну вдруг там какая эффекта. Ну слава Богу, хоть бы. Ну ладно, выдала бахилы. Идите. Хоть бы ты это жива-здорова, а только говорили, что болезнь заболела. Я не знаю, кто что. Болтает. Болтает? Болтает. Жива-здорова, ничего. Не дня. Ну слава Господу, слава Господу. Какой уход дают. А ты знаете, как же, какой у вас тут уход? Ой, да слава Богу. Кого Бога не видеть не будет. А Лазарь лежал на гноище, псы лезали. Да, да, да. Видите как. Сегодня что сравнивать-то? И пенсию дают. Да, конечно. Надо молиться, чтобы Бог продлил мир. А молиться никто не хочет. Даже не только не хочет, а даже слушать не хотят. Никто не хочет. Ну ты, которая с тобой в палате, ты им рассказываешь о Христе? Скандал, скандал. Скандал. Ругать начинают, да? Да. В больнице это... Вот видите, нас попросили выйти даже. Что ж, чтобы не слышать. Никто не хочет слушать. Никто ничего не хочет. У вас как лечат? Ой. Ну, вот эти... Уколы. Сейчас уколы делаю. Капли делают. Суда делают. Суда делают. Ой, ой, ой. Везде все делают. У нога его лечили-лечили, Мария Калиевна. Теперь, вчера еще ходила, теперь слигла. Таблетку какую-то ядерную дают, только на ночь. Еще и под присмотром он стоит, глотай. Не уйдет, пока не глотнет. Так она сегодня встать не может. Ну, говорят, зачем пить такую таблетку? А мне-то они сказали, у вас, говорят, ничего уже не сделать. Только если чуть-чуть, и что поддержать. Поддержать. А улучшение... Понятно. Просто, говорят, чтобы еще маленько как-то провели. Хотя бы то, что вот... А вы что видите, скажите мне? Ну, как вот, ну, от Игнатики... Силуэты, да, видно, что сила. А лица не вижу. Лица не видно. Вот лицо твое тут близко-то вижу, и твое близко вижу. А так вот, если подальше, не вижу. Ну, вот он это... Пошла к ему, к окулисту, там, он говорит. Ну, давайте хоть маленько поддержим, чтобы еще сохранить чуть-чуть меня. А была молодая, все видела. По моим грехам и Бог. Господь дает. По моим славам. Я поди тоже ослепну. Зачем? По грехам. Да ты-то думал. Нет, прошу. А я... Я вас умоляю. Пошли. Ой, слава Господу. У меня тоже грехи есть. Да есть, конечно. Так кто-то новый. Таких, как у меня нет. Нет, смотрите. Ну, может быть, как у вас нету. А разница-то. Вы молодая были, не верующие грешили. А я-то молодая верующая. А все равно грехи есть. Да есть, конечно. Вот, вот кто-то и страшно. Ой, да, да, да. Не так. Там кто-то от нас этого, с отельметки. Вот такая толстая. И вот я вчера столько стала говорить. Вась, давай, я еще это самое. Вчера там что-то сказала. Она, забудь. Я говорю, ты чего говорю? Не дарю, чтобы я послал. Не надо нам никаких других помогок. Нашла не Боговка. Я говорю, только слава Богу, чтобы Бог помог. А я говорю, ну, мне это хорошо, что я помог. А мы говорим, Бог не знает, что я хочу. Ну, Бог узнает, что я говорю. Так же, я говорю. А я, Елизавета, благодарю Господа. Я благодарю Богу. Потому что, а как бы хотели? Кому хотели? Мы крестники все велики. И чтобы прямо в ней. И в район сразу. Да, ничего. Да, ничего, ничего. Вот важно, Ваше семечко и прорастет. Не, не в одной душе так может быть в другой. Вот он уже. Ой, я прямо... Не, не зря. Не жалейте, что сказали, надо жалеть. Я даже не такой, не расстроюсь, как сердце заболело. Радоваться надо, да? Загонение. Нет, не загонение, а что надо. Да, нам больно, когда они за нас грешат. Да, да. Больно. Мне тоже. Кто из-за меня, если начнет ругаться, думаю, я виновата в том, что этот человек грешит, я не хочу этого, но он грешит все равно из-за меня. Ну как-то тяжеловато. А почему Вы считаете, что это из-за вас? Ну он-то заматерился там. Ну потому что сердится на меня. Ну он-то сердится на меня. Да не потому что вы... Потому что я верующий. Нет, ну это же не потому что вы его вот так вот сердите. Нет, я бы все равно еще не так не верующийся. Ну не знаю. Что, давайте я Вас поснимаю, а Вы поговорите с Вас Николаевым. Отголоси нас, это нас. Идите. Геннадий Тихонович, а Вы-то какими судьбами? Да вот такими. Подходят ко мне и говорят, а Вы хотели, я говорю, больным поехать? Я говорю, я жду, когда меня возьмут. Я очень люблю больных, потому что сам из плоти. Мы поехали. Ходим, ходим по этажам, куда-как нашли. Ты мне скажи, если бы ты не пришла в больницу, тебе бы плохо было? Обязательно надо в больницу идти? А потому что у меня улучшения как бы и нету, но чтобы ухудшения еще не было. Вот он сказал как-то. То есть хочешь не умирать никогда? Да почему делать? От глаз ты не умрешь, от глаз ты не умрешь. Это ты бы тоже... Так таблетку, таблетку дали ей какую-то серьезную-то, она полумертвая. Я говорю, ты бы ее за щеку положила, а где ее уже идет, врач, а ты бы ее выплюнул, да и все. Ну нет, таблетки они горько не нужны. А вот чтобы говорить, чтобы у Вас совсем не закрыться. Никак, еще не сделать уже. Не сделать. Только хуже сделать. Нет, они говорят, маленько еще поддержать, чтобы еще можно... Ты скажи, вот если людям по государству мыслят, им как выгодно, что ты сейчас жила или тебя не было? Как лучше им? Да это вообще по ней не было. Ну конечно, деньги тебе государство платит, а толпы никакого, да еще здоровье нет. Да я и сама не против убраться, только быть с Богом в вечности. Да конечно, ты потерявку просишь похорониться, завещание дай. Там панихида на цехах, а здесь себе через 10-кет уже никто не найдет. А что, туда его могут унести? Конечно могут. О, да обязательно. Алифтина сделала завещание. Ой, я буду делать завещание. А это, которая Анна Петровна-то была. И Виктора Андреевича, мама, Мария, это увезли, все там похоронили. А Анна Петровна, это я знаю, что ее увезли. Мы же стали... Каждый год там панихида, батюшка, считают молебны. Это там кладбище, это маленькое, деревня, красота. Ты там будешь любоваться на все. Мы же с Таней, Капустиной, ее и последнюю ночь с ней сидели, а потом утром до Зая приехали и везли потеряли. Наша мама говорит, там где в Киргизии, тут кладбище высоко, далеко видать. Я говорю, тебя видать или и тебе видать? Ты все равно на 2 метра ниже уровня. Андрей, ты не приходил? Какой петухов? Да. Да прям пойдет. Да, он по ней не знает. Клемянник, а ты бы сказала им. Да как, где я скажу, я телефона не знаю его. Ну, сотовый, то можете у него есть. Телефон, это вообще умный человек. Вообще, вообще-то мать-то его знает телефон. С матерью-то я разговаривала, а вот его-то телефон не... Ну, я как-то с ним говорила. Я говорю, да почему так себя... А чего тебе она выглядит, эта шишечка-то? Ну, вот ее вот тоже надо срезать. Ну, а когда она-то появилась как? Да. Прикусила? Наверное, прикусила, и это кровоподтепно... Ну, пока пас нарезать. Это кровь запеклась, да? Кровоподтепная. Да-да, запеклась. Может быть, рассосемся. Да. Да ну... Нет, не рассосемся. А если водочки проколоть и высосать? Нет, нельзя такие вещи. Нельзя? Надо разрезать. Надо разрезать, да? Я не сказала, разговаривать. Тут, говорит, надо... Удалять или удалять, или посидеть. В этом зубном кабинете... Вот, слушай так. Да, послушайте. В зубном кабинете хирург может сделать. Что это? Уж красоту наводить, что ли? Подрежет, выдавит все. И потом, как-то он там доделает. Ну, смотри, как тебе на сердце Господь положит, так и сделает. Я гляжу, сейчас пришел в палате у Марии-то, там у всех избыточный вес, как говорится. Много сала для сердвейного готовили. У тебя-то лишнего вроде нету, ты была более толстая. Нету, сейчас нету ничего. Ой, говорит, Раиса на курорте была, приехала такая красивая, как бочка. Ой, нету ничего. Да и слава богу, я там не нужна. Там еще ребятишки, Галина, внизу. Ну, она говорила, ну, одни, что ли, сидят? Сколько? Она начала трое говорить про Бога им, а одна из деревьев отматерила ее. Ну, и что, награда? Награда. Она говорит, я так расстроилась, так радовалась. Никак, наоборот, поблагодарю Богу. Вот ехать, такие ходят по дверям, свидетели Югова. Мы кто-то открыл, да пошли, вы, чертова семья, свидетели Югова. Они говорят, ой, он имени Югова произнес, так как здорово. Понятно? Они любят это имя. А мы любим Иисуса Христа. Если они заругались, Господи, то прими это как милостынь. Да, да. И все. Ой, там есть. Будет спокойно. Еще это, все временно. А это не за грех считается? Вот, например, я им начну говорить, они ругаются. А тогда не надо, если все ругаются, а если один слушает, тогда говори. Я говорю, представь себе, там на возвышении, такой, как бы, столб такой широкий, так, и ваш сын сидит, а вокруг звери. И он умирает с голода, и ты ему будешь бросать калачи, сто калачей упадет мимо, но если один долетит, чтобы жизнь продлить, ты будешь бросать. Так и слава Божия. Вот так. Надо это помнить. Потому что для нас дорого каждое слово. Ой, помоги, Господи, помоги. Ты для чего-то здесь. Ты всегда говори, Господи, укажи мне, для чего я нахожусь здесь, для чего я еще живу. Чтобы мы не смердели, а благоухание издавали. Молодые, мы сказали, жен молодых, мужчин любить мужей. Пару, это трудный урок. Чтобы любили мужей, а им дает послушание Бога, будет послушание. Она послушается, а сама не любит мужа. А Павел говорит, чтобы старицы учили любить мужей. Тут одна старица сидит, 90 лет ей, 90 лет. Ну, а верующая? Ну, а я с ней разговаривала, но она как бы... Не понимает. Не понимает, да. Мы сейчас в одной палате тут где-то были, она лежит головой кверху, а не глаза, не меркают, ничего. Ну, я так с ней потихоньку разговаривала, все, она так слушает. Ну, немножко поговорили, где можно. Святой воды дойдут. А я только тут с ней. У тебя святая-то вода есть? Есть, дочь принесла. Все мы под Богом ходим. Слава Богу за все. Слава Богу. Я тоже иной раз думаю, как у меня будет. Ну, еще полез к голубям и слез и слухам. Улетел, говорит, снег, с урок снега. А почему? Где банки гостям голубям? Пшеницу и горошку. Ну, я валючок. А лошадь? Я шатнулся и туда нагорнулся. Лежу и думаю, голова шея шевелится. Еще не сломал. Думаю, кто же за меня молится? Да все молятся. Как это кто молится? Я все удивляюсь, вот как за людьми ухаживают. Мне пришлось быть на судебной экспертизе в Кемерово, подсудимых, чтобы отдать подсуд. Их надо поделить, нормальный или ненормальный. Ну, а я еще молился там, как за ними ухаживают. Они все здоровые такие. Вообще ничего. Говори. Говори. Правильно, правильно и делают. Сейчас мы будем выходить. Он говорит, меня не пускают, пока вы не выйдете. Так, мы пойдемте. Благослови нас. Ну, давайте с Богом, помоги вам, Господи. Вот так, ты смотри, как хорошо быть в общине. Все как родная. Да неужели, я прям благодарна. Пойдемте, я вас отведу в палату. Да, я дойду. Да, ну. Дойду. Давай на место положи. Я вас наоборот. Нет. Я же по коридору хожу на обед и на все. Ну, давайте, смотрите. Нет, я это, конечно... А как вы? Ну, пойдем. Я тут, я знаю, потому что я ухожу. А то пойдемте я вас на этот, домой. Туда. Вот туда. Сейчас Сережа придет, да? Да. Сейчас Сережа вам еще зайдет. Выберешь, хочешь? А вы прямо вот тут зайдете, с ней ему скажу, чтобы вы его берете чуть-чуть. Ой, да слава Богу, слава Богу, помогите. Вот пошли-ка. Вот смотри, локационный выход. Надо знать, где. Все, Раиса Николаевна, до свидания. Давайте, поцелуй ее еще раз. Поцелуй. А где она была? Голя, поцелуйте ее. Куда ездим? В Питере. Не знаю. Обнимайтесь. Обнимайтесь. Это мы в больнице, какая городская какая? Восьмая? Трансмаш, трансмаш, не знаю какая. Вот так. Значит, наказ тебе. Дай завещание, хоронить потеряйте. Там батюшка панихиду совершает на кладбище, а здесь уже через 10 лет тебя не найдут. А там все на виду. Все понятно, все понятно. Ну все, пойдемте, Игнать Ильич. Ну хорошо. Время лимитировано. Ну да когда думаешь домой-то? Ну это недели. Оля, когда была у вас? В понедельник придет. В понедельник. Ала сегодня была. Понятно. А как у нее, муж здоровый? Нормально, нормально. Мы же за него молились, он болел. Слава Богу. Знаете все. Всегда вы болеете. Ну благослови нас в путь. Благослови вас Господи. Избори вас от ненавидящих. Так Мария, 10 июня я заезжаю с лагерем туда. Так что милости просим. Я знаю, что 10 июня я заезжаю с детьми вместе. Избори вас от ненавидящих. Так у меня из Канады просятся принять. Из Канады. От людей от врагов, от воров, от ненавидящих случая, от внезапной смерти. Пошли вам Господи ангелы, хранители. Пошли все про них помилуют. Господи благослови. Слава Христу. Все, давайте отдыхаем. Потом позвоним еще. Спасибо Богу. Так, сумочку мою взяла? С Богом вставать. Так, выходим с Богом. До свидания. До свидания.